Но что греха таить, нам часто приходится играть и такие роли, которые если... На которые не следовало бы соглашаться. Да, не следовало бы. Ну да, я с тобой согласен, это верно. Но ведь вообще-то зачастую не знаешь, думаешь, что может получиться хорошо, веришь в свои силы, но потом смотришь на экране уже, после что-то здесь переделать и начинаешь сожалеть. Но это позднее сожаление. А чаще всего это происходит в тех случаях, когда пытаются как-то эксплуатировать уже что-то раз найденное. Да, да, да. Вот в какой-нибудь картине удачно снялся, такое закрепилось за тобой амплуа уже. А вы давай тащи его снова, да, в такую же роль. Вообще-то, я должен сказать... У тебя бывали, по-моему, такие случаи? Бывали. У них много было таких случаев. Мне пришлось, в общем, играть, во-первых, в каких-то нехороших людей. Но это все-таки бывает по-разному. Бывает отрицательная роль, и она написана схематично, и, в общем, результат-то получается такой плоский. Но бывает, что и через отрицательную роль можно идти к идее добра, если хочешь. Потому что методом противно. Ну, я не могу сказать, что это целиком относится, допустим, к роли Бурнаша, которого я играю, вот уж... И Владимир. Да, этого дурацкого атамана, такого странного и непонятного. Но работать над ним, знаешь, какое-то заставляло удовольствие. Ну, может быть, потому что тут и режиссер стал на такую позицию, что тут можно импровизировать, что-то искать. В общем, как-то так хулиганить по-хорошему. Ну, сейчас снимается третья и четвертая серия фильма «Неуловимые мстители», который называется «Корона Российской империи». Действие происходит там в Париже, в Москве, на теплоходе. На Эйфелеву башню, по-моему. Да, Эйфелеву башню выстроили недалеко от Мосфильма, а Париж снимали на улицах Таллина. Ты там занимался? Да. Меня оживили, я упал с лестницы. А я думал, тебе конец пришел. Нет, оживили, гальванизировали. Ну, и все-таки скажи, я понимаю, что это вопрос сложный и трудный, но все-таки любимая есть роль какая-то? Нет, какой-то стены, остырный. Ты должен ответить на этот вопрос в интересах передач. Да, ну, любимая, не знаю, назвать ее любимой или, так сказать, доставившей мне удовольствие в процессе работы, мне кажется, все-таки это роль Савы Морозова в фильме «Николай Бауна». Ну, почему? Во-первых, можно сказать, что материал роли был, в общем, выписан хорошо. Характер очень интересный. Ну, конечно, но сам-то по себе был очень интересный человек, очень противоречивый. И вообще всегда интересно играть роли, где существуют грани характера, где, вот, на первый взгляд, кажется, человек, в общем, грубо говоря, нехороший, злой. А потом подспудно в нем открываются какие-то качества, которые поворачивают образ с другой стороной. И это всегда интересно добиваться этого. И вот в этой роли это было. То есть было написано и в этом характере самому. Жил просто человек, который это написан. Кстати, должен сказать вам, товарищи, ну, это пока по секрету, что у нас в театре сейчас ставится спектакль по пьесе, которая называется «Третья стража». Это пьеса о Николая Баумане и тоже Савы Морозова. Да, и тех же авторов фильм. Да, тех же авторов. Каправа и Туманова. И Ефим Захарович играет тоже Саву Морозова. Там много новых сцен и очень много интересных. А он вообще отличается, да, от сценария, от сильной пьесы? Отличается, конечно. Все-таки театр диктует свои условия. Ну, и еще нельзя разговаривать об эфире Капеляне, если не сказать о такой стороне его работы, как дубляж фильмов. Тут ты, по-моему, побил все рекорды. Даже Дима Иванеев, наверное, не смог бы подсчитать, сколько у тебя было. Примерно около ста дублированных, озвученных и так далее фильмов. Недаром же у нас в таких дружеских кругах Ефима Захаровича Капеляна называют Ефим Закадрович Капелян. Ну, действительно, в этой области это очень трудное дело. Я должен сказать, потому что я совсем не имею такого опыта. Ну, как, недавно. Я начинающий актер, который занимается дубляжом. Я вот дублировал Альберто Сорди в картине «Итальянец в Америке». Но это дьявольски трудная вещь. И я понимаю, что сто картин сделать в дубляже – это очень большая и очень трудная работа. И есть еще одна картина, насколько я знаю, в твоей биографии актерской, которая сделана в последние годы. Картина, которая где-то между дубляжом и обычной нормальной картиной. Я имею в виду картину «Память» Григория Чухарова. А, да. Этот фильм, наверное, еще не вышел на экраны, я так думаю. Скоро, видимо, его посмотрят. Очень интересный фильм. Он сделан... Не вышли... Его нельзя называть документальным. Он сделан... Такая ярая и трагическая публицистика. Ведь что, по существу, там происходит? Вот группа Чухрая ездила по разным странам. В Англии, они были во Франции. В Западной Германии. В Западной Германии. И в ГДР. И задавали один вопрос. Что вы знаете о Сталинграде? Или что означает слово «Сталинград»? И вот ответы разных людей на это слово и реакция. Это очень иногда вызывает огорчение. А иногда вызывает даже гнев. Люди не должны забывать то, что было. И вся картина построена на том, что она воскрешает не только документальные кадры, но она напоминает людям о том, что пережило человечество и чего не следует забывать. Мне было очень интересно работать, потому что там авторский текст написан кровью, так сказать, душевными какими-то большими затратами. Твои функции там заключаются в том, что ты авторский текст. Это авторский текст, но, так сказать, он становится моим. Мне очень хотелось, чтобы это было от меня, как от человека исходило, как от меня, как от гражданина. Насколько это удалось мне трудно судить, но все старания были приложены к этому, чтобы это было личным. Не просто вот так читать тексты, говорить, докладывать, а чтобы это был текст, рожденный изнутри, от, собственно, так сказать, от сердца исходящего. Ну и, наконец, последний вопрос, который мне хотелось бы уже задать не по сценарию, а просто самому. Человеческий вопрос, который закончит, мне кажется, нашу передачу. Вот если говорить словами твоего Вершинина из «Трех сестер», если бы пришлось начать жизнь сначала, что бы ты выбрал? Стал бы ты артистом? Вершинин отвечает на это так. Если бы пришлось начать жизнь сначала, то я не женился бы. Нет. Я честно тебе скажу, я другого не представляю себе, кроме театра, кроме искусства. Хотя в детстве я мечтал совершенно о других вещах. Да, но если бы пришлось начать жизнь сначала, то я бы женился бы на искусстве. Спасибо. Спасибо.